МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучший способ насолить другим – сделать свою жизнь сладкой. Здравствуйте! В эфире добро пожаловаться. Сегодня мы расскажем, кто на прошлой неделе пересолил, а кто был напротив слащав. Полезно и приятно просмотров. Их ругают, они всем мешают, их стараются обойти или объехать. И тем не менее они прочно вошли в нашу жизнь. И с каждым днем их становится все больше и больше. Именно о них говорят. И скорость регулирует, и переехать приятно. Анастасия Ивашкевич вышла на большую дорогу. Впервые они появились на улицах Минска около 20 лет назад. И сразу стали вызывать упреки. Отечественные дороги и так не отличались качеством. Но когда к естественным ухабам, колдобинам и ямам добавились еще и искусственные неровности под условным названием «лежащий полицейский», езда в городе стала напоминать слалом. Но на все злобные реплики водителей сотрудники госавтоинспекции парируют равнодушно и убедительно. Спящий полицейский – самое эффективное средство по сохранению здоровья и жизни пешеходов. Менчанин Евгений Иванов возненавидел спящего полицейского, будучи не водителем, а пассажиром. Я ехал в маршрутке по улице Гомарника. Водитель, как мне показалось, не превышал скорость на данном дорожном участке. Но получилось так, что от наезда на «лежащий полицейский» я ненароком ударился спиной о свое сидение. В прошлое несколько дней у меня довольно-таки была жуткая адская спинная боль. Евгений обратился в поликлинику и был ошарашен диагнозом – смещение позвонков. Теперь молодому человеку предстоит лечение и впоследствии реабилитация. Евгений очень хотел бы, чтобы в восстановлении его здоровья поучаствовали и те, кто соорудил на улице Гомарника такого полицейского. Но для того, чтобы у него появились для этого хоть какие-либо шансы, требуются основания. Например, несоответствие нормативам. Мы измерили длину данной искусственной неровности вдоль проезжей части. На данном участке дороги, это Гомарника улица 7, 5, 3 и 1, длина соответствует только метр сорок. Высота искусственной неровности на данном участке соответствует порядка 7,5-8 сантиметров. Согласно СТБ допускается не более чем 6,5. Опять-таки высота искусственной неровности не соответствует. Таким образом, ни одна искусственная неровность, которую мы здесь осмотрели, не соответствует требованиям СТБ. Наш эксперт нашел несоответствие не только в размерах полицейского, но и в дорожной разметке. Хорошо видно, что данная разметка здесь отсутствует. То есть налицо полное игнорирование всех норм и правил. А раз так, то это позволяет любому пострадавшему здесь водителю или пешеходу требовать возмещения всех убытков. Увы, но Евгению теперь совершенно невозможно будет доказать причинно-следственную связь между травмой спины и несоответствующим полицейским. Сегодня в Минске насчитывается более тысячи спящих полицейских. Сколько из них не соответствуют нормам, остается лишь догадываться. В любом случае, каждый водитель обязан знать, что делать, если вдруг удар распящего полицейского станет болезненным для его автомобиля. Если лежачий полицейский установлен неправильно, то есть могут повреждаться элементы подвески, саленблоки, амортизаторы. У кого там клиренс заниженный, то есть повреждает и кузов. Главное правило любого водителя – никогда не уезжать с места происшествия и собрать как можно больше свидетельских показаний. Если в результате наезда на спящего полицейского поврежден автомобиль, то возможно, что причина не только в скорости и невнимательности водителя, но и в несоответствии требований и норм. И тогда вина ляжет на тех, кто организовал и установил подобное чудо регулировки. Положительно, еще с позиции того, что я мамочка, и часто вот на пешеходных переходах они очень даже спасают. С другой стороны водителя смотря какие спящие полицейские, потому что есть такие очень высокие, но есть нормальные. Положительно отношусь, но многие машины нас могут не заметить, а так они немножечко притормозят. Знаете, перед школой, наверное, необходимое, и вот где в общественных местах, все это необходимо. А в остальных случаях иногда очень тяжко, они очень высокие. Наверное, это не по стандарту, так что желательно вот эти или срезать, или убрать. Евгений не станет бороться с дорожными службами, потому что уже понял, доказать что-либо ему будет крайне сложно. Но теперь он точно знает, что в подобных ситуациях промедление недопустимо. Любые доказательства, от свидетельских до фотографий и видеосъемки, могли бы ему помочь, если бы дело дошло до суда. У молодого человека их нет, но она нет и суда нет. Что касается пресловутого спящего полицейского, который вместе с Евгением стал героем нашего сюжета, то хотелось бы, чтобы он был приведен к нормам и стандартам. Потому что надеемся, что этот сюжет заставит водителей смотреть на данный участок дороги пристальнее. Кто знает, может кто-то из водителей сознательно разнесет в дребезги именно здесь свой автомобиль, чтобы затем потребовать возмещения всех убытков с виновных. И в завершении сюжета совет всем тем, кто выехал на большую дорогу. За рулем надо вести себя так, как будто вам принадлежит автомобиль, а не дорога. А ведь именно дорога как нельзя лучше отражает нашу жизнь, где одни тормозят, а другие гонят.